Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. На ваших экранах вы сейчас видите форму справки по приказу Минздрава Российской Федерации 34С. Методические рекомендации. Сейчас вся Россия работает и живет в плане медосмотра для лиц опасных профессий по приказу 749Н. Для того, чтобы получить справку по приказу 749Н необходимо пройти психофизиологическое обследование. Делается это наряду с обследованием у врача-офтальмолога, терапевта, хирурга, невролога и так далее. Узким специалистом является психофизиолог. Психофизиологи работают в рамках лабораторий психофизиологического обеспечения. Аттестация этих лабораторий происходит в городе Обнинск. Соответственно, если такие специалисты аттестованы, работают в медицинском центре, медицинский центр имеет возможность и право проведения так называемых периодических психофизиологических обследований. ФМБА России разработала методические рекомендации. Не приказ, я оговорился, не приказ, а методические рекомендации по проведению таких обследований. И, соответственно, есть форма справки, которую вы сейчас видите, по методическим рекомендациям 34С. Что представляют из себя психофизиологические обследования? Это четыре методики. Первая методика. Это методика ММПИ. Миннесотский многоаспектный личностный опросник. Вторая методика. Это методика ПЗМР. Простая зрительно-моторная реакция. Третья методика. Это СЗМР. Сложная зрительно-моторная реакция. И четвертая методика. Это РДО. Реакция на движущийся объект. Соответственно, мы оформляем уровень психического состояния. Смотрим, вот по этой строчке мы подчеркиваем, высокий, средний, низкий. Благодаря методике ММПИ смотрим психическое состояние человека. Методика ММПИ используется только и исключительно в форме 377 утверждений Березина. Не Собчиковский вариант на 566. Ни в коем случае не мини-мульт. А именно Березинский вариант. Только он может применяться в Российской Федерации. Соответственно, на 377 утверждений Березина. Делаем вывод психического состояния человека. Высокий, средний и низкий. По методике ММПИ. Далее. Уровень психзиологический. Это методики ПЗМР. Как я уже сказал, ПЗМР, СЗМР и РДО. Соответственно, смотрим на результаты. Смотрим на результаты методики ПЗМР, смотрим на результаты методики СЗМР, смотрим на результаты методики РДО и делаем вывод о так называемом уровне психофизиологической адаптации. В общей сложности справка дает заключение. Выявлены, не выявлены противопоказания. Три группы четко определены. У них есть свои определения. Здесь вы видите первую группу. Есть определения по этим методическим рекомендациям для второй группы. Есть определения по этим методическим рекомендациям для третьей группы. Они четко определены. Именно так они должны звучать в итоговой справке по форме методических рекомендаций 34С. Только так и никак иначе. Я подчеркиваю на этом ваше внимание. Определения должны быть четкими. Иначе Ростехнадзор не примет у вас эти справки. Это очень строго. Ростехнадзор почему-то по нашему опыту работы очень строго смотрит на должность, точно ли указана должность работника. И смотрит на правильность оформления справок в уровне функционального состояния, психического, психологического, физиологического и уровне психологической адаптации. С итоговым выводом выявлены противопоказания, не выявлены противопоказания. Вот это все делается, вывод, итоговый вывод делается на основании специальной формулы. Не просто так с потолка человек, там специалист, тыкает пальцем потолком в небо. Все это очень формализовано. Вообще настоящая психология, наука очень точная. Сплошные цифры, формулы, расчеты и так далее. Не просто так все это делается. Так выглядит справка по форме методических рекомендаций ФМВА по форме 34С. Она прикладывается к справке по форме обследований терапевта, хирурга, невролога, офтальмолога, которые проводятся уже в медицинском учреждении. И в этом случае медицинское учреждение оформляет справку для вас, для работников по приказу 749Н. В этом смысле, еще раз повторюсь, психофизиологи выступают как узкие специалисты. Наряду с офтальмологом, к примеру, или наряду с хирургом, к примеру. И так далее. Вот так формально это все выглядит. Только так и никак иначе. Форма справки определены. Формы заключений определены. Не просто гонен, не гонен, а выявлены, не выявлены. И формы должны быть четкие. Ростехнадзор не примет, если у вас будет ошибка. Вот в этой формулировке. По данным психологического обследования, противопоказания к допуску на работу на особо опасном производстве выявлены, не выявлены. То же самое для второй группы, то же самое для третьей группы. Обратите внимание, справки должны быть оформлены правильно. Ростехнадзор не шуточная организация. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова